В администрации состоялась антитеррористическая комиссия. В ней придяли участие представители силовых ведомств, сотрудники администрации, руководители организаций, имеющих отношение к работе с населением. Первым вопросом рассматривалось состояние защищенности объектов здравоохранения, расположенных на территории городского округа. Начальник отдела гражданской обороны Щелковской областной больницы Владимир Филатов отметил, что после объединения в 2019-2020 годах ряда учреждений здравоохранения в одну организацию, во всех ее подразделениях оформлены и действуют паспорта безопасности. Дополнительно к этому было проведено за это время оформление нового документа, в том числе организация по организации пропускного и внутриобъектового режима, подготовленные введены приказы, положения по данному работы. Фактически завершена категорирование паспортизации больничных учреждений. На заседании был рассмотрен вопрос о реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма. В докладе о работе с молодежью было сообщено, что за период с 2019-го по настоящее время в округе было проведено более 400 мероприятий, нацеленных на разоблачение идейных установок терроризма и экстремизма. Всего в данных мероприятиях приняло участие более 13 тысяч человек. Специалистами комплексного досугового центра «Навигатор», клуба «Ровесник» и молодежно-спортивного патриотического центра «Крылья» в колледжах и школах городского округа Щелкова были проведены мероприятия антитеррористической направленности. В сообщении Комитета по образованию отмечалось, что в 13 школах сейчас используется дополнительная программа под названием «Гражданское население и противодействие идеологии терроризма и экстремизма». Ею охвачены более 4 тысяч детей. О дополнительных мерах по антитеррористической защищенности объектов в период рождественских и новогодних праздников на заседании сообщили, что всем управляющим компаниям, действующим в жилищной сфере, поручено осуществить ряд мероприятий по улучшению работы домофонов, сигнализации и видеонаблюдения в домах проживания граждан. Им поручено до 20 декабря произвести осмотры всех технических этажей мест общего пользования в квартирных домах. Всех технических этажей были закрыты и проверены, опечатаны. На заседании отмечалось, что в период рождественских и новогодних праздников в отношении мест проживания людей будут соблюдаться особые меры предосторожности. Так, например, сотрудники технических служб, в случае, если они планируют заходить в жилые помещения, будут обязаны регистрироваться в специальных журналах учета, по которым их смогут опознать жители. Андрей Циханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.